Друзья, всем привет! Ну что, соскучились, наверное, уже по шедеврам из писательского комитета руководителей Секты Свидетелей и Еговы? Давайте сразу приступим к разбору стихов на день из этого дебильного приложения JW Library. Зачитаем стих на день на 7 декабря. Сейчас будем разбирать. Очень интересные стихи, друзья, поверьте. Итак, «Выкупайте для себя подходящее время», пишут нам, приводят стих такой из Ефесянам, 5 глава, 16 стих. И этим стихом руководители Секты хотят, видимо, как-то забрать время у своих еговистов, чтобы те больше времени посещали, скорее всего, служению, распространению своей литературы, но от этого бреда всего, которые они распространяют по всей планете. И давайте почитаем от этих наших вмазанников, из руководящего совета «Пояснение». Принимая решение, определите, к какому сроку вы хотели бы завершить дело, и не отодвигайте этот срок. Ну, такое общее понятие, непонятно пока к чему они клонят. «Не ждите идеально подходящего времени, вы можете его так и не дождаться», пишут еговисты. «Не ждите Армагеддона, вы его можете так и не дождаться». «Не позволяйте менее важным делам отнимать у вас время и силы». Менее важные – это какие? Работа, например, наверное, да, семья, увлечения какие-то, развлечения и так далее. Ну, может, я не прав, еговисты, напишите, пожалуйста. Ну, скорее всего, я прав. Необходимые, а, время и силы необходимы для выполнения более важных. А более важные-то какие? Служите егове, да? Служить, служить и только служить, как завещала егова. Да. Если возможно, выберите время, в которое вас никто не потревожит. Например, ночью, да? Пока все еговисты спят. Попросите окружающих, внимание, друзья, не беспокоить вас в течение этого времени. Тогда они не станут вас отвлекать. Ну, как это они станут отвлекать? Если вы попросите еговистов не тревожить вас, то они заподозрят что-то неладное и подумают, что вы духовно упали. Придут к вам с пастырским посещением или нашлют на вас каких-то братьев и сестер, которые захотят вас поддержать и выяснить, что у вас не так. Возможно, вам нужна какая-то поддержка, чтобы вы не выходили из секты. Так что попросить вас не трогать никак не получится. Попробуйте отключить телефон. Капец. Еще хуже. Отключить телефон – это просто капец. Вот представьте, еговисты, вот сами представьте такую ситуацию. Вы отключаете телефон. И, ну, все, вы, получается, уже как потерялись для своих братьев и сестер. Они, блин, сто процентов что-то заподозрят. Уже там все старейшины вашего собрания будут знать, что с вами что-то не так. И они продолжают. Отложить. А, отключить телефон. Попробуйте. Попробуйте. Попробуйте только отключить телефон. Отложить на потом проверку электронной почты. Прикиньте, да? Телефон отключили, почту отключили. Не проверяете. Так. И не заходить в социальные сети. Ну, да. То есть, все признаки падения духовности и еговиста налицо. Так вас, блин, прибьют за это, еговисты. Если вы вот это все отключаете и не будете уходить на связь. Результат, которому приведет принятое нами решение, можно сравнить с конечной точкой маршрута. А, я понял. Короче, конечная точка маршрута – это выход из секты, да, получается. То есть, вы сначала отключаете телефон, выходите из всех сетей, не общаетесь с еговистами. Может быть, вы хотите выйти из секты. Если мы и вправду хотим добраться до места назначения, ну, конечно, все мы хотим выйти из секты, то будем продолжать путь, даже если какой-то участок дороги перекрыт, и нам приходится менять маршрут. Ну, да, участок дороги какой-то может быть перекрыт. Например, вам будут дорогу приглаждать и еговисты, ваши братья и сестры, рассказывать вам, что это плохо, что вы выходите из организации Бога и умрете, когда придет Армагеддон. Но вы не слушайте их, вы на правильном пути. Также и с принятым решением. Если вы думаете о его плюсах, нам будет легче не сдаваться, встречаясь с препятствиями и необходимостью искать обходные пути. Вот так. Так что, еговисты, если вам пришла такая мысль в голову, что вы хотите выйти из секты, поэтому, как пишет ваш руководящий совет, не менжуйтесь, не ссыте, как говорится, не ссы в трусы, и выходи смело из секты. То есть препятствия все эти обходите. Всех ваших еговистов, братьев и сестер, которые будут наяривать, надо как бы обходить и двигаться к своей цели. Ну, вот такой стих на день. Давайте почитаем следующий стих на 8 декабря. И звучит он следующим образом. Слово Бога распознает мысли и намерение сердца. То есть стих о чем говорит? Что Бог знает, о чем ты думаешь, и о чем ты чувствуешь, о чем ты хочешь подумать. Короче, все про тебя знает. Вот такой вот хитрый Бог и Егова у еговистов. А теперь объяснение этого стиха от вмазанников из рук совета. Что должно побуждать вас креститься? Этот стих, наверное, видимо, для тех, кто изучает, изучает, и до сих пор сомневается в этой секте, не хочет креститься, а здесь стишок для него придумали, чтобы немножко побудить. Внимательно изучая Библию, пишут и еговисты, вы многое узнали об иегове, внимательно изучая Библию, может, внимательно изучая писание этой секты, литературу, сектантскую литературу. Библия здесь вообще ни при чем. Там только какие-то кусочки из стихов приводятся во время изучения, какие-то обрывки, вывески. А по сути это изучение сторожевой башни или вот этой книги, по которой они подготавливают сектанта, чтобы он крестился. Внимательно, ну, они пишут, внимательно изучая Библию. Ну, хорошо, пусть будет так. Вы много узнали об иегове, об руководящем совете, наверное, имелась в виду. О том, какие у него качества, какие у него качества у руководящего совета. Ну, какие качества, вот денег он хочет, какие у него будут быть качества. И как он поступает в разных ситуациях. Ну, как он поступает в разных ситуациях. Если ему мало денег, не хватает бабла на алкоголь, он просит у своих подопечных, скажем, да, у своих овец, преданных и яговистов, чтобы они побольше, как говорится, отстегивали. Это затронуло ваше сердце. Очень затронуло сердце. Пожертвования давать особенно. И побудило в вас сильную любовь к нему. Ну, смотрите, все признаки налицо. Побудило любовь к нему. Ну, понятно, что не к Богу. К рук совету. Это я вам сто процентов говорю, друзья. Потому что, когда мы изучали с женой с Иной Библией, нам старейшина один показывал, я уже об этом рассказывал. Он говорил, что, типа, для вас разве не авторитеты, эти руководители из этой секты. Ну, то есть, мы должны полюбить были по ходу их. Но так и не смогли. Странно. Странные мы какие-то. Именно любовь к Иегове должна в первую очередь побуждать вас креститься. Любовь к Иегове. Решение креститься также должно быть основано на понимании библейских истин. То есть, как бы просто нельзя поверить в Бога, как многие верят, и креститься. То есть, как-то все сложно у этого Иеговы. Вспомним появление, о, повеление, появление, пришествия Иисуса. Присутствие, как они пишут в Библии. Присутствие Иисуса Христа. Вспомним повеление Иисуса подготавливать учеников. Ну, вспомнили. Хорошо. Иисус сказал, что новые ученики должны креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа. Во имя Отца, да? То есть, во имя Сына и во имя Святого Духа. Интересно, какое имя у Святого Духа? Иеговисты не подскажете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что это значит? Что это, блин, все нахрен значит? Вы должны всем сердцем верить в библейские истины. В библейские истины. Так они выражаются. Вот нигде такого нет. У одних, у иеговистов. Библейские истины это называются. Библейские истины об Иегове. О Его Сыне Иисусе и о Святом Духе. Какие могут быть библейские истины о Святом Духе? Не могу понять. Вы же сами рассказываете, иеговисты, что Святой Дух это сила Бога. Действующая сила. С помощью нее, как мы что-то поднимаем, это сила наша. Какие могут быть истины? Не могу понять. Это просто Его сила, как по-иеговистски. Эти истины, пишут они, обладают огромной силой и могут глубоко затронуть наше сердце. Покажите мне хотя бы тут, блин, одного иеговиста, которого вот это все затронуло. Который не навязал себе это. Ну, навязано все, иеговисты, согласитесь. Какое там может быть сердце? Вы думайте только о том, как бы спасти свою жопу. Попасть в этот новый мир, который вам обещали. Никакое сердце там у вас не затрагивает. Ладно, давайте дальше поедем. Стих на 9 декабря. Зачитаем. Сам стих. Увещайте нарушающих порядок. Поддерживайте слабых. Будьте долготерпевыми, долготерпеливы ко всем. Увещайте нарушающих порядок. То есть, будьте судьями, по сути, да, получается, хотят иеговисты рассказать. Ну, давайте почитаем объяснение от вмазанников. Что они нам... Как они хотят нам этот стих объяснить. Иегова послал ангелов... Послал мне уже... Я по-другому уже понимаю. Не только, чтобы предупредить Лота, но и чтобы помочь ему остаться в живых во время уничтожения Содома. Да, было бы странно, если бы он пришел бы только предупредить Лота. Лота, да, типа, Лот, предупреждаю тебя, сейчас погибнешь, пушу. Все, огонь налетел, короче, все мертвы, все сгорели. Так и сегодня продолжают они. Если мы замечаем, что брат принимает решение, которое может обернуться бедой. Интересно, какой самостоятельный взрослый человек может такое принять решение, которое для другого будет казаться, что оно обернется бедой. Необходимо его предостеречь. Взрослого человека, да, самостоятельного, совершеннолетнего, скажем так. Ну, блин, это даже странно звучит, да, друзья. Вот, яговисты, а вы как вот вообще к этому относитесь? Ну, человек взрослый, уже изучил Библию, крестился, блин, нахрен. И вот вам кажется, что у него сейчас какая-то беда случится, нужно его подстраховать. Давайте посмотрим, что они тут дальше исполняют. Даже если он не торопится прислушиваться к основанному на Библии предупреждению, то есть они еще непослушные, оказывается, те яговисты. Им говоришь, говоришь, да, они, ну, я там еще не знаю, подумаю. Своё мнение у них еще, оказывается, есть у некоторых. Ты смотри, блин, распоясались совсем. Важно быть терпеливыми, пишут они. Даже если он, типа, не торопится прислушиваться, нужно быть терпеливыми, как бы. Ну, типа, ничего, я еще поработаю над ним, сейчас еще, как бы, не все потеряно. Не сдавайтесь, пишут, и не считайте, что брат безнадежен. То есть, как бы, все равно, так бы, ну, прийти, стойте на своем, пытайтесь ему что-то внушить, втюхать. Вспомните, как ангелы помогли Лоту, и поступите так же, как же, как, схватить его за руки, да? Образно говоря, пишут, возьмите брата за руку, ну, вот точно, угадал, и помогите ему вынять предупреждение. Вот, яговисты, а вы рассказываете, что у вас там все добровольно, никакой, никакого нет, как бы, ну, давления. А вот пишите, руководители ваши пишут, что, по сути, нужно взять человека чуть ли не за руки. То есть, насильно нужно его вытаскивать, там, давай, блин, нет, не хочешь, не хочешь по-хорошему, как бы, будет по-плохому, по сути, да? Ну, вот же, яговисты, ну, вот сами же считайте этот стих на день. Вообще, считайте эти стихи на день, нет? Как вы там разбираете их со встречными? Так, что там дальше? Помогите ему внять предупреждение. Иегова мог бы сосредоточиться на недостатках Лота. Мог бы. Ну, не стал этого делать. Нет, ну, было бы странно, если бы он стал бы этого делать, да? Типа, пришел Лота такой, спасти, такой, блин, капец. Они там, там косяк, там косяк. Да не буду, хай горит. Не стал он, короче, делать. Какой добрый Иегова? Позднее он побудил апостола Петра называть, побудил его, называть Лота праведным человеком. Как он, интересно, побуждал его? Возбуждал, может. Что поможет нам относиться к братьям и сестрам так же, как Иегова относился к Лоту? Ну, Иеговисты не знают, они пишут, объясняют, что же. Если мы обращаем внимание на их хорошее качество, нам будет проще проявлять к ним терпение. Так написано, как будто, вот знаете, вот зараза, да? Вот они такие думают, блин, ах, написано, терпение нужно проявлять. Ладно, блин, капец, я еще потерплю чуть-чуть. Ну, блин, как дал бы в морду. Ну, типа такого получается. Ну, прям вот чувствуется вот этот негатив такой в этих стихах, в этих, вернее, писульках. А они, в свою очередь, охотнее примут нашу помощь. То есть, если вы не будете агрессировать, да, не будете проявлять, короче, насилие над ним, он, вероятнее, охотнее примет нашу помощь. Ну, а вы же пишите выше, что если он не принимает помощь, надо его тянуть за руки. Так что получается? Ну, сначала по-хорошему, типа, а потом, если не хочет по-хорошему, типа, по-плохому уже, тащите его за руки. Иеговисты, как вы разбираете, интересно, этот стих на день? Напишите в комментариях, нам с сыном будет очень интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Неужели как это у вас, как-то по-другому можно понимать этот стих? Я даже не представляю. Давайте еще один стишочек разберем. Вот, 10 декабря. Каждый понесет свою ношу. Ну, как, когда в магазин сходит, да, будет нести продукты домой. Каждый день так делают. Если в вашей стране власти запретили деятельность свидетелей иеговы, намек, да, на страну, у вас может возникнуть вопрос. То есть, если запретили, может возникнуть вопрос. Может, конечно, не возникнуть. Вопрос, сам вопрос. Стоит ли переехать туда, где я могу свободно поклоняться Богу? А вот теперь иеговисты, ответьте на вопрос. А вы не можете поклоняться Богу там, где запретили вашу секту? Ну, вот сиди дома и поклоняйся Богу. Молись ему там, бейся головой в стену. Ну, кто вам не позволяет, не это самое, запрещает. Читайте Библию, у вас же есть синодальный перевод, обычный. У вас же, типа, преследуют, вы рассказываете, из-за перевода вашего этого нового мира, исковерканного. Ну, тут тоже, конечно, хорош, но, блин, у вас же там вообще все по даегову переделано. Ну, так молитесь себе дома, поклоняйтесь, пожалуйста. Кто вам, блин, не дает? Ну, надо же из этого проблему развернуть. Так. Вопрос же, может, возникнуть такое, иеговиста. Стоит ли переехать туда, где я могу свободно поклоняться Богу? То есть, не могут они свободно поклоняться в условиях запрета. Никто не может принять это решение за вас. Ну, как это не может? Может, руководящий совет, может, старейшины могут принять это решение за вас. Ну, согласитесь. Для кого-то руководством к действию будет то, как поступили христиане в первом веке. То есть, если у тебя возник такой вопрос, я объясняю просто вот эти вот писульки, то вы можете руководствоваться, иеговисты, теми способами, которые были у христиан в первом веке. Вот, когда пишут они. Когда началась волна преследований. То есть, преследования у них начались. Ничего, кстати, не напоминает вам, иеговисты, вот преследования, вот уже были в первом веке преследования, уже прошло 2000 лет. Причем здесь вот эти ваши преследования, когда вы говорите, что Армагеддон, вот скоро наступит, вот это преследование, это признаки того, что скоро наступит Армагеддон. Вот же преследования уже были, все, уже закончились они давным-давно. Да, вот именно дополняет. Преследовали за имя Иисуса Христа. Учеников. Никакого иеговы там не было. Они вообще про иегову ничего не вспоминали. Даже Иисус не произносил слово иеговы. Это уже там где-то раз-два написано в Новом Завете. Это уже иеговисты сами туда вставили, придумали. Короче, ученики, жившие в Иерусалиме, тогда еще, не сейчас, а тогда, расселись по Иудее и Самарии, и даже прошли до самой Финикии, Кипра и Антиохии. Разбежались. А кто-то воспримет, как руководство к действию то, пишут иеговисты, что апостол Павел решил не покидать местность, где враги сильно препятствовали делу проповеди. То есть, можешь так, можешь бежать, можешь оставаться. Вот как бы... Ну, так бы и написали. Как хочешь, так и поступай. Нет, надо как бы вот это развузекать по всему этому самому объяснению, стиху на день, рассказывать, что те так поступили, те так поступили. Так, ну, можно, короче, не уходить никуда, если кто-то вас преследует. Враги, враги, уже врагами, видите, называют как-то. Вот они уже против людей настраивают иеговистов. Чему нас учат эти случаи? Каждому главе семьи нужно решить, главе семьи, что будет лучше для его близких. То есть, главе нужно решить. Не посоветоваться со своей семьей, с женой. Может быть, у детей есть какое-то свое медиа, может быть, дети уже взрослые. Нет, он сам должен принять решение. Смотрите, да, как они... Как у них четкое управление, да, как они пишут там, жене глава муж, то есть, подчиняться нужно, строгое подчинение. А потом они рассказывают, что у них такого нет. Так, ладно. Он решить должен, что будет лучше для его семьи. Перед тем, как принять решение, ему нужно помолиться иегове. Ну, само собой, без иеговы ж никуда и никуда. Иеговы ж прям напрямую рассказывают, как нужно поступить. Тщательно взвесить обстоятельства своей семьи, а также рассмотреть все плюсы и минусы переезда. Нельзя осуждать других за принятое ими решение. Ну, короче говоря, в этом стихе они хотят показать, что нож — это типа преследование от плохих людей, тогда как они говорят, плохие люди, что там уже поступайте как хотите. Хотите, уезжайте, хотите, оставайтесь. Ну, опять же, я говори, смотрите, вот вы остаетесь, например, в той стране, в которой запрещена ваша деятельность. Но в Библии же написано, что нужно слушаться власти, будьте послушными властями, как там Павел пишет. Вот нельзя вам распространять вашу литературу и так далее. Ну, что ж вы не слушаетесь власти, не подчиняетесь законам. А рассказывайте, что вы послушные. Ни хрена вы не послушные. Не слушайте же ж вообще. Ну, вот такие, друзья, стихи на день. Сегодня попытались надеть нам на яговиста. Не натягиваются они никуда. Может, яговисты себе их надевают. Ну, то уже их личное дело. На этом мы закончим и увидимся уже в следующих стихах на день. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!